Ну вот Вот это вот 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 это вот картина У своего порога Ну такая известная что ли Она печаталась очень много Вот Кострома Тот берег Костроми на той стороне Вот сюда привлекает Жажда Вообще Два с половиной метра Ну вот это Внуки тоже она была На выставках На крупных Тоже в музее Внуки Это на Вене между прочим У святскими шлемоносцами Носова Помните Такая вещь была Государственный премьер Вручан Получил Носов У святских шлемоносцев Ну вот у меня какая-то перекличка Вот эти молодые Молодые парни Ну как бы Ну такая Охрана России Вы знаете как Ну мне нравится очень Вот Микеланджело Давид Это его известный Охранитель Флоренции Это надо же Мальчишка Ну по нашим меркам 23 года начал ваять Давида 23 года И с такой большой Темоохранитель Флоренции Ну вот это вот такие Охранители родин Ну Родного Я родину Родину понимаю Как Кстати говоря У меня есть Очень Картина вот на эту тему Вот здесь Вот она Я вам Ну потом Потом вы можете вставить Вот как раз О моем понимании Вот это Вот Кострома Старая Ээээ Кострома Около Вот на набережной Строится дом Вот в нашей деревне Новоселье Деревню Построили Заново Между прочим На академической даче У меня тут замысел Возник Ну это как бы Связь опять же Вот поколений Вот это вот Вот этот ритуал Сам по себе И вот Первую очередь Несут Родителей Умерших уже Почивших В дом Новый Вот это вот На эту тему Это Москва Тверской бровар Ну студент На третьем курсе Как же Если ему не написать Вот Это вот Мои Мастерскую Вот видите У этого окна Гости Из саммити Саммити Это Знаменитейшее Наше Такое Такое Село Малинина Такая Самая Известная Женщина В Советском Союзе Это Малинина Пасковья Андреевна Председатель Толхозов 12 лет А это вот Корнилов Писатель Про которого Я говорил Вот У него На даче Там рядом В деревне Вот Аннушка Из Сандыгора Вот Эта Аннушка Жила И На Зиму Оставалась Совершенно Одна В деревне Заносила Дороги Все И вот Она Одна Всю зиму Жила Вообще Одна Вот Только книги Читала И вот Я И Написал Тоже Печатались Работы А вот Это Костромская Мадонна Тоже Манеже Это Костромаст Это Чернопения Про Которую Я говорил Вот Это Вот 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 В Манеже Волжане Называется Это Как бы Вам Сказать Ну Такая Картина Которая Я Вам Хочу Показать Репродукцию Настоящую Первый Вариант Это Второй Ну Который Серьез Меня Так Сказать Уже Считали Как Так Сказать Она Тогда Заметно Очень Была На Всесоюзной Выставке Большая Картина Вот Вот Жена Тоже Вот Я Видел Как Стена Косят А Вот Жена Знаете Ну Жена Жена Баба Баба А вот Такая Минута Бывает В жизни Вот Вечером Вот Она Вот Так После Работы Привела И Задремала Однообразно Мотор Шумит И Вдруг Вот Это Ноги Тут Все И она В такой Позе И он В ней Женщину И Вот Именно Увидел Женщину Понимаете Вот Такое Обязательно Случается В жизни Человека Ну Вот Эта Если Нужна Картина 9 Мая Годовщина Вот На Волге Пол Ним А не у вас Здесь Картины Нет Это Картины Уже Многие Ушли Раскуплены Вот Это Выставки Выставки Дню Дню Победы В Москве Вот Эти Работы За Нашу Победу Земляки И Вот Вдовая Клавдия Ивановна Клавдия Ивановна Это Ну С натур Вот Это Клавдия Ивановна Вот Она Тоже Тоже Участница Войны Вот Заволжья Наша Заволжья Наша Весна Новая Соломанная О Родня А Родителям У родителей Золотая Свадьба 50 лет Стукнуло Супрожество И вот Из деревень Родственники Вот А уже Их встречает Половичок И вот Родня Мне хотелось Литься Он Как Я так Словно Оружи Так Наши Родные Показать И дядя Паша Тут И Райка Все С детишками Он Какой С медали Себе А вот Ветер Скажем В Волгограде Я выхожу на Волгу Я ее не узнаю Это не Волга Для меня Это не Волга Вот Для меня Волга И я Остро Чувствую Разницу Между Ну это Волга И той Волгой Вы понимаете И вот Это Родина Родина Моя А не Там Не такая Она Вот Она Какая Вот Это Мое Убеждение Вот Ветер Волгограде Вот Ну вот Это Картин Немного Вариантов Это Спас Свежая Затопленная Деревья Такая Старинная Вот Обидливая Вечер Дом Вот Философ Такой Вот Кстати говоря Тоже Вот Вы знаете Какой бы Человек Не был Независимо От Ранга Независимо От Степени Образованности Его Но Хоть раз В жизни У него Бывает Такой Момент Когда он Соединяется С природой Вот Понимает Конечность Вечность Конечность Жизни То есть Что-то Такое Понимает Вот Мгновение Когда Пронизывает Человека И вот Когда он Когда Каждый Человек Становится Философом Есть Родина Кострома Но Это Тоже Много У Каждого Человека Есть Что-то Такое Вот Совсем Приходим И И Мальчишки И Когда Радуются И Когда Плачет И Когда Школу Кончил И Когда Женился И Когда Ребенок Родился И И Когда На Войну Ушел И Когда Пришел И Все Радости И Горести Всю Свою Жизнь Он Время Тремь Приходит На Эту Скамью Вот Здесь У Его Как Бы Ну Вот Это Его Родина Вот Она Понимаете Ее Можно Прямо Видеть И Почувствовать Вот Она И Вот На Эту Тему Во Всяком Случай Не Знаю Как Получилось Это Двигло Мною Вот Это Я Хотел Чтобы Люди Почувствовали Хоть Немножечко Вот Именно Вот От Этого Замысла Это Как Наркотик Получается Я Не Могу Чтобы День Без Работы Такого Не Бывает Я Работаю 365 Днев Годов Не Не Праздник Праздники Новый Год Там Дни Рождения Что Угодно Кроме Вот Операция В Москву Пришел Съехать А так Только Работаю А вы Знаете Что Такое Это Творчество Что Оно Дает Какой Какой Вот Это Работа Мозга Оно Круглосуточное Вы Понимаете Вот Я Пишу Чепуха Вроде Вот На скамейке Стоит Но Мне Надо Как Он Одет Как Как Он Я В троллейбус Еду Вот Вот Это Вот Вот У него Какой Вот Так Какой Человек Это Так Это Так Я Все Работаю Размышляю И Выстроить Свой Замысел Вот До Состояния Что Человек Общечеловеческое Что-то Должно Быть Замысел Вообще Вот Это Есть Большое Большое Замысел Не От Того Что Там Работаю И Еще Чего Чув Собачий А Вот Именно В Это Есть Любовь К Родине Да Что Такой Любовь К Родине А Вообще Что Это Такое Ну Для Вас Одно Для Другое Для Ассенизатора Третья Четвертая Пятая Ну И что-то Объединяющее Вот Мне кажется Вот так Я понимаю Вот так Это Ну Вот Эта Философия Вот Она Больше Всего Движет Вот Художникам И Наслаждение Ему Дает Вот Это Ах Творчества И Есть Чего Не Может Испытать Никогда Там Художник Другой Специальности Почему Я говорю Это Совсем Другая Специальность Настоящая Если Ты Настоящий Нет Ну Конечно Можно Делать Можно Делать Ну Вот Копию Сделать Человек Вот С этой Работой Но Это Это Просто Копия И Сел То есть Она До него Не доходит Он Не понимает Вообще О чем Она И что Она Он Не понимает Вообще О чем Это Вот Работа Вот Какая Штука А мне Я Сколько Ищу И Все Никак Не могу До Конца Вот В некоторых Работах До Конца Свой Замысел Вот До Какой Совсем До Точечки Не добрался Я Начинаю Снова О Где-то Куда-то Она Ушла Работа Я Все Не могу Мне Надо То есть Я Не добрался Не добрался Мне надо Вычерпать Этот Замысел Как бы До Конца Вот Он А теперь Ясно Понятно Так Что Это Очень Хуже Вот Мне Очень Нравился Взгляд На Жизнь Розова Драматурга Нашего Известного Виктора Сергеевича И Он Мой Земляк Мы Жили Совсем Рядом Один Дом Нас Разъединяет Два Дома Разъединяет Друг От друга И Ну Всегдашняя Моя Любовь Я Каждого Выступления По телевизору Это Для меня Было Просто Третье Вот Я Когда Увидел На Лавочке Во-первых До этого Интервью Было Его По телевидению Где он Буквально Сказал Следующее Ну что Вот Москва Ну Ну Народу Много Ну Там А А вот Ну Что Париж Ну Париж А вот Кострома Вот это Настоящий Город Это Лучший Город Это он Так Сказал Ну Он Такой же Был Я Такой же Как он Был И Он Часто Приезжал Сюда Часто И вот Последний Раз Я Увидел Когда Он На Лавочке Сидел С женой На Набережной Буквально Несколько Метров От Волги И вот Как Он Любовался Как Он Смотрел Как он Хотел Он Понимал Что это Уже Конец Жизни И Он Хотел Это Все Впитать В себя Вобрать В себя Это Самое Для него Любимое Место Было На Земле Это Однозначно И Он Не только Говорил Это Видно Было По всему И Вот Я Долго Смотрел На Них Вот Так Они Сидели Это Актриса Его Жена Актриса Малого Театра И И так Мне захотелось Написать Его И Когда Я Стал Лауреатом Премии Хрустально-Роза Виктора Розова Вот За Картины Которые За Картины Вдова Не дожил До праздника Ветеран И С победой Земляки И Еще Вот Ряд Картин О Великой Отечественной Войне Мне Значит Присудили Эту Премию Вот Наравне С Валентином Зориным Драматургом Я В ответном Слове Сказал Что Я Очень Хочу Написать Портрет Перед Публикой Хочу Написать Портрет Виктора Розова Ну и Вот Это Как бы Я Сдержал Слово Но Не Только Слово Это Мой Душевный Порыв Вот Он На Фоне Значит На Пароходике Едет По Волге На Дачу Где у Его Дача Была Дача И Вот Это Кострома Селище Район Селище Вот Вроде Вроде Из детства Вроде Пустяк Но Мне Очень Хотелось Мечты Раздумья Вот Человек Без Отрыва Может Смотреть На Зеленые Деревья На Траву На Воду На Облака Вот И Вот На Воду Вот Облака Он Как Раз И Размышления Его Чувства Вот Детские Чувства Вот Начинают Как-то Формироваться Ну вот Об этом Просто Как бы Я Обезоблачен И Просто Обезоблачен Действие Вот Такая Работа Картина Картина О Родине Вот Что Такое Родина У Человека Это Вот Страна Ну Это Вот Кострома А И Есть В Костроме Вот Место Какое-то Местечко И Вот Это Вот Где Сердце Человек Своё Лелеет Это Вот Заветная Скамья Он Всю Жизнь Эта Скамья Это Его Путеводная Звезда Какая-то Он Поверяет Здесь И Горести И Радости Своей И Когда Он Пошёл В школу Он Пришёл На эту Скамью И Когда Закончив Школу Пришёл Он Женился В армию Пошёл Ребёнок Родился И Всё Это Вот Вот Поверялось Вот Этой Вот Скамье У меня У самого Откровенно Говоря Вот Есть Место В парке Где Я Вырос И Тоже Я Обязательно Обязательно Должен туда Прийти И Обязательно Как-то Поделиться Своими Чувствами Вот Это Как раз Картина Об этом Хотя Внешне Вроде Здесь Ну Праздник Он И В праздник И Когда Его Хозяйка Умерла Он Тоже На этой Скамье Был И Вот Это Спутница Жизни Вот Там Деревенька Начинается И Волга Волга Которая Его Качает От рождения До смерти Вот Картина Об этом Вот Он Прибыл Из армии На пароходике Переплыл Волгу На уши Вокзал На той стороне И Вот Он По улочке Поднимается Но Собака Которая Два года Его ждала Она Уже Вон Тут Шла Она Уже Его Собака Она Значит Такой И вот Мать Мне хотелось Что здесь Передать Что через Две Секунды Вот Два Шага И Будет Мир Перевернется Будет Фейерверк Радости Поэтому Называется Картина День Радости Вот Именно Перевернется Все Это Бурная Радость Мать Сын Вернулся Тем более В Чечне Там Убивают Туда Сюда А он Живой Десантник Вот И вот Собака Мне Просто Хотелось Илесно Но Мне Хотелось Откровенно говоря Вот это место Костромы Показать И для этого Понадобилось Вот Весь Этот Замысел Потому что я А как Его показать А как И главное С радостью Показать Потому что Я В восторге Просто Просто От этого Места Это Мое Место Как Это Скамья Ну и вот Такой Вроде Незатейливый И Затейливая Тема Вот Ну И вот Это Такой Весна Вот И Вот Вот Это Волга Ну Вот Это Моя Костромская Волга Именно Подчеркиваю Костромская Потому что Костромская Отличается Даже от Ярославской Рядом Вот На мой Взгляд Вот Это Образ Моей Костромской Волги Ветер с Волги И Что Мне Хотелось Здесь Передать Вот Я Здесь Вот Делал Писал Зеркало И Свой Автопортрет Я пишу Пришел Друг И Это Мистик Что-то Страшное Какое-то Слушает И Вот Это Ломовое Решение Я тоже Избавиться От Вот Место Букета Цветов Банайнейшего Букета Что Только Не Перебывало И Тем не менее Решил Становиться Вот На Букете Хотя Передумал Все Возможные Вот Все возможные Предметы Которые Вообще Можно себе Представить Его И здесь И зеркала Даже Вроде Чепуха Нет Мне Хотелось Вот Быстротекущее Время Вот Течет Река Волга А тут Жизнь Проходит И Опять Кончается Начинается И вот Этот Поговорок И вот Это Все Идет Идет И вот Эти Занавески Шевелятся Они Тоже Приносят Что-то Такое Ожидание Какое-то Чего-то Чего-то Что-то И что-то Может Случиться И вот Эта И жизнь Такая Непростая Вот Как бы Об этом Хотя В общем-то Натюрморт И все Больше Ничего Но я Опять Я опять Пишу Свою картину И здесь Ипатийский Монастырь Но мне Хотелось Не просто Ипатийский Монастырь А вот Хупола Ипатий Называется Вот Деревянная Древняя И Вот Уже Золотой И вот Вот Это Тоже Время И Какой-то Срез Такой Жизни Вот Такой Пейзаж Ну Я Тоже Пытался Размышлять О жизни Все равно Пейзаж Он Натурный Но Не с натуры Написано Это Картина Купола Ипатия Ну Это Картина И С детства Такие же Такое Вот Настроение Открытно Герои Я Лошадь Не видел Но Но Вот Ожидание Чего-то В этом Окне Это Деревня Собур Не Деревня Даже Место Лесничество Собурка Называется И Вот Ожидание Чуда Какого-то Вот Должен Я не знаю Лев Появиться В окошке Вдруг А Задача была Просто написать Яблоки Вот Пишет Салмов Кстати говоря Михаил Яблоки А я тоже Хотел Яблоки Но я Что не пишу Обязательно У меня Получается Жанр Картина Никак Комбинация И же Опять же Нарова Картина И вот Здесь Вот Такое Чудо Чудо Которое Произошло На Собурке Крестный ход Вот Охранительница Костровы Икона Божьей Матери Федоровской Божьей Матери Это 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 Союзный Российского Такого Масштаба Икона Сюда И Президент Приезжает Поклониться Вот Вот Крестный ход Вот Охранительница Костровы Вот Кострова И вот Крестный ход Это На той стороне Мне уже В общем Такая Картина Просто Хотелось Мне Увековечить Вот Этот Самый Крестный ход Вот Юрий Художник Отчий Дон Ну Вот Отчий Дон Мне Тоже Хотелось Показать Как Вот В Сумерках Ну Сиреневых Вот Чёплый Отчий Дон Чёплый Дон И Уходящий Пароход И вот Этот Проходящий Пароход По-моему Он Всю Картину И делает Это Квинтессенция Так сказать Замысла Вот В Москве У меня Выставил В Москве Когда Персонально Об этой Картине Очень Художник Хорошо Сказал Ну Для меня Хорошо Он Сказал Что Вот Пив Точий Дом По-всякому А тут Пароход Плывёт Пароход И Слёзы У него Закапали На Обсуждение Открытие Открытие Вот Наш Наш Край Всё Тут Нечего По-моему Тут Всё Ясно Ну Вот Мне Тоже Хотелось Показать Что Это Место Вот Кострома Будет Вот Здесь Вот Он С того Берега Костромы Смотрит И Вот Этот Утёс Нашёл Всё Так И Вот Они Подъехали Подошли Вот Со Своей Ратью И Все По-разному Вот Впечатление Но Всё Восторга Только По-разному Восторг У Этого Места Что Вот Это Да Но Вот Тут Город Надо То Я Вот На Эту Тему Писал Хотел Водский Пейзаж И Просто Люди Которые Живут На Этом Берегу Картина Называется Берегом Вот Идут Берегом Из Родильного Дома Который Кстати На Том Берегу Находится Пароходиком Обратно Сюда И Вот Здесь Дом Где-то Вот Рядом И Вот Берегом И Мне Хотелось Ощущение Солнечного Дня Вот Вот Этой Родной Волги А между прочим Для волжанина Волга Это очень Много Значит Вот Как-то Вот Именно Родное Вот Я В Москве Учился Подъезжая На поезде Когда Волга Покажется Хочешь Не хочешь Слеза Все равно Понимаете И И Вот Алла Несет Ее Туфельки А Она Столько Дней Ну Пока Где в роддоме Была Вот По Этому Берегу По Которому Всю Жизнь Вот Ходит Вот Берегом Проходит Жизнь Самовар Вот Самовар Мне как-то Хотелось Самовар Это Ну Какие-то Чувства Праздник Это Редкость Это Это Нечто И вот Поэтому Когда Я Нашел На Фоне Занавески Которая Освечена Солнцем Солнце Падает И Старушку Потому Что Одинокий Самовар Ну Что Самовар А Вот Еще Самовар Который Жизнь Поддерживает Участвует В жизни Вот Такая В общем Тоже Жизнь И Тоже Это Моя тема Волгарин Картина Опять Вот Вечной Моей Любви Вот Вечер Семья И Просто Понимаете Вот Опять По-разному Во всех Картинах Вот Любовь К Волге Разная Любовь По-разному Один человек Так И Другой Так Но Все Равно Это Очень Очень Много Вот Там Рыбку Чистит Но Самое Главное Там Собачку Он Смотрит А Собачка Радуется В восторге Ну Вот Это Ключевый Момент Для Меня Это В общем Полустафаж Получается В таком Пейзаже Большой Момент Собачка Как мне кажется Говорящий Тут Вот Это Вот Волна От Прошедшего Парохода Прошел Пароход Вот Такая Волна Она Уже Потом Едет Такая Длинная Длинная Вот А в этом О Красоте Нашего Края Ну Это Что-то Конечно В духе Мыльникова Я понимаю Но Мне Вот Костронское Утро Костронское Утро Волга И Вот Женщина Молодая И Вот Наш Бережок Сирен Ну В общем Вот Такая По-моему Здесь Все Ясно И Понятно Ну Вот Блухаря Хотелось Написать Но У меня Написать Получаться Картина Ну И Вот Разный Взгляд Я хочу Даже Назвать Ее Разные Взгляды Или Просто Взгляды Вот Он Так Он Вообще То Ведь Блухарь Был Живой И Вдруг Он Мертв И Все Это Такая Трагедия Для Человечка А Для него Это Работа Он Бытовая И Вот Он Вот Автопортрет Все Сказано На Фоне Моих Любимых Полов Ну Это Вот Картина К Своему Берегу Она Написана Как раз Вот Страшную Ломку Нашей Страны И Поэтому Когда В манеже Висела Картина То Пошли Много Таких Вот Откликов Что Вот Это Наконец Единственная Картина На всех В журнале Художник Так и Писалась Единственная За последние Годы Картина Которая Отмечает Противостояние Какое-то Людей К Невзгодам Противостояния Именно И Надежда На Возрождение На Силы Вот Народные Между прочим Это Так Пафосно Но Но Как ни Парадоксально В общем Я думал Об этом Думал Об этом Тоже Думал Об этом Это Было Такое Время Боль Душа Конечно Была Вот И Вот Мне хотелось И еще Мне хотелось Воспитание Волгой Вот Как Волга Воспитывает Вообще Характер Человека Это Чуть-чуть Особый Характер Надо Быть Волжанином Чтобы Увидеть Это Почувствовать И Вот Как Воспитание Волгой Вот Это Вот Пережить Такой В Кострому Это был момент На сирене Волги Когда Волгой Заводили Черное Все стало Вот Эти Вот Ощущения Если В душе Нет Богатства Какого-то Не надо Писать Картины Все равно Это Ничего Не получится Это Все равно Ты пишешь Автобиографию Это Все равно Ты свои Чувства Перекладываешь На холст Свои Знания Свой Опыт Так что Ну и Картинщик Это Другая Профессия Это В изобразительном Искусстве Это Просто Другая Профессия Если Это Настоящий Художник Жанрист Это Философия Это Размышления Это Ежечастный Не то что ежедневный Ежеминутная работа Над картиной Над замыслом Ты ищешь Моменты Подтверждающие Ищешь Какие-то Находочки Помаленьку Понемногу И между прочим Самый Творческий Момент В создании Картины Это Накопление Вот этого Вот этого Как раз Материала Накопление Материала Изучение Исследовательская Работа Скорее Когда ты Собираешь По крупицам По маленькой Черточке Собираешь Характер И Доказываешь Свой Замысел Как бы Вот этими Находочками И когда уже Все собралось Ну и Ну вот Получается Нечто Но До конца Конечно Редко Когда художнику Удается Свою душу Вообще Вырвать Наизламку И Рассказать О себе Все Что-то Остается Ну пусть Остается Для других Каким Значит Будем Жить Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова